Дорогие друзья, я вынужден извиниться и начать. Дело в том, что перед нами находится аудитория, которая по всему миру собралась на вебинар. И сегодня ваш семинар в Риге проходит тоже в это же самое время. Поэтому если кому-то надо поговорить, вы пока поговорите. Я буду говорить с людьми, которые находятся на вебинаре. Или же мы сейчас сразу начнем работать, как вы думаете? Давайте сразу начнем работать сейчас, да, Инета? Дорогие друзья, кто собрались сегодня на вебинар, я, Владимир Маслов, как вы знаете. У нас сегодня вебинар по адресным проектам, но так сложилось, что мы сегодня находимся в Риге. Это государство Латвийское, Латвия. И здесь проходит семинар одновременно. Поскольку одному человеку никак не разорваться, мы решили, что соединим приятное с полезным. Или два приятных дела в одно место. И я начну сегодня вебинар и одновременно семинар. И самого главного, что я считаю самым важным на сегодняшний день. Дорогие друзья, кто здесь в аудитории, я вам всем покажу. Я свой вид выключу, покажу сейчас вам, кто тут в аудитории у нас находится. Видите, сколько народу тут? Видно, нет? Вот целый зал. Помашите рукой. Значит так. Тогда мы говорим дальше. Дайте знать, пожалуйста, как меня слышно на вебинаре, на площадке. Покажите плюс. Спасибо, плюс здесь. Отлично, спасибо. Таким образом, давайте смотрим на экран. Все, кто здесь у нас и те, кто на вебинаре. Вот видите, здесь находится как бы стрелочка, да? Которой показано, смотрите, которой показано постановление, или вернее протокол, который был принят. Вы знаете, кто не знает, сейчас услышите, что Анатолий Эдуардович Юницкий выступал в Министерстве транспорта России на заседание Министерства, и было принято решение несколькими неделями назад, что по всей вероятности проект очень инновативный, и он был отправлен на рассмотрение на экспертный совет Министерства. И вот на экспертном совете после рассмотрения на прошлой неделе, и даже уже неделю больше, чем неделю назад, вышел протокол номер 16, и я не буду весь протокол, в принципе, можно весь протокол показать вам так, сейчас я его покажу вам, видите, вот он подписан, видите, Министерство транспорта Российской Федерации, Минтранс России, утверждаю, протокол, и пятым пунктом, пятый, рассмотрение заявки ЗАО, закрытое акционерное общество струнной технологии, присутствовали члены этой комиссии, экспертного совета, приняли к сведению информацию, это первое, да? И самое главное, что решили, а решили следующее, решили следующее, смотрим, значит, на что же она тут прыгает, смотрите, раз назад, признать технологию создания грузовой, городской, а также высокоскоростной транспортной системы сковей инновационной, так? И второе, рекомендовать, а что такое инновационной? Это значит, что этот проект, или все, все эти технологии, можно участвовать во всевозможных тендерах, во всевозможных, как бы, проектах, которые будут связаны с транспортом в России, это зеленая улица, то есть калитка открыта, можно входить, самое главное, теперь участвовать там. Но, пошли еще дальше, рекомендовать заостранные струнные технологии, дополнительно, исследовать проект использования, представить, пардон, проект использования предлагаемой транспортной системы сковей, применительно, конкретным условиям эксплуатации. То есть здесь за этим стоит фактически вхождение в проект, который связан с московской, в Москве с надземной кольцевой трассой, она предполагается сейчас, предполагалось до определенного момента, и уже сделаны определенные даже, как бы, конкурсы, сделать монорельсовую, и плюс радиальные линии, потому что захлебывается в Москве транспорт, и сейчас дело идет к тому, что одну из радиальных линий, от 5 до 15 километров, будет отдана под струнные технологии, под проект Skyway. Это значит то, что фактически открытая зеленая дорога, участвовать там пилотным проектом, параллельно с тем, что происходит в экотехнопарке в Белоруссии, в Марьиной горке, как вы знаете. Таким образом, друзья, я хочу вам сказать, что мы с вами получили еще одно подтверждение того, что мы занимаемся правильным делом. Я вам передам слова Анатолия Эдуардовича Юницкого, когда он сказал, что вы знаете, я выступал в министерстве, я выступал на этом экспертном совете, но я, как только я показывал то, что происходит в экотехнопарке, у всех всегда глаза и сердце теплело, они понимали, что мы занимаемся правильным делом, но я этого бы не показал, не смог бы этого доказать, если бы не было вас, инвесторов, если бы у меня не было вашей поддержки. То есть вы, друзья, понимаете, насколько зависит то, что сейчас делается, как эта технология пробивает себе дорогу в жизнь, от того, чем занимаемся мы, как мы это дело поддерживаем, каждый тем, чем он может, и насколько считает возможным это. Таким образом, давайте пойдем дальше. Значит, на чем мы сегодня остановимся? Сегодня хотелось бы с вами поговорить о таких вещах, и вообще, уважаемые участники вебинара, у нас сегодня будет с вами несколько, те, кто находитесь за экраном, по широким просторам мирового интернета, всемирного интернета, будет где-то 30 минут общее такое сотрудничество, работа, это как бы несколько, несколько укороченный вариант, поскольку мы находимся в таких условиях, в каких мы находимся. тем не менее, я постараюсь в сжатой форме вам сказать о том, какие акции, каким мы им пользуемся, какие изменения происходят сейчас в продукте, которым мы пользуемся, и тем более, значит, куда мы инвестируем, и раскрыть возможности, исходные условия адресных проектов. Что такое адресные проекты? Эко-технопарк, это, можно сказать, первый адресный проект, с которым работаем. То есть, это адрес или цель, которая перед нами стоит, и мы туда инвестируем. То есть, это не просто сбор денег, какой-то большой котел, а это конкретный проект, стоимость которого, проектная стоимость этого проекта, 300 миллионов, условно говоря. Конструкторское бюро, во главе с генеральным директором и генеральным конструктором Юницким, уже им удалось более чем на треть удешевить этот проект. То есть, себестоимость расчетная была этого проекта, 300 миллионов, чуть меньше. За счет технологических решений в этом проекте уже уменьшена эта стоимость. Вы спросите, какая из них, ну, например, привожу пример. Смотрите, если мы посмотрим на, если мы посмотрим с вами на экотехнопарк, то первое, с чего начато строительство, это вот анкерная опора, о которой уже много говорилось, вот оно здание, оно же и здание, оно же и анкерная опора. Затем идет больше километра, чуть-чуть трасса городского транспорта, а дальше уходит на 15 километров почти скоростного транспорта, тестовая или сертификационная трасса. Так вот, фактически по международным нормам эта трасса должна была быть не менее 45 километров, а 15, разница 30 километров. А вы знаете, сколько стоит один километр скоростной или усредненной между скоростной и городской трассой. Это 2,5-3,5 миллиона долларов за километр. Вот умножьте 30 на 2,5 даже хотя бы, то мы получаем уже почти 80 миллионов. Настолько меньше надо инвестировать туда. То есть не надо 30 дополнительных километров строить. А это за счет целого ряда интересных технологий, которые применяет и разрабатывает и разработало уже конструкторское бюро. Таким образом мы идем дальше. И вот смотрите, что же происходит. Почему здесь немножко усеченный, мне не удалось сегодня сменить слайд, я просто буду договаривать вам. Почему Skyway Capital строитель в доме Skyway? Те, кто участвовали в вебинарах, уже знают, что такое дом Skyway. Мы сегодня не будем разбираться. Это фактически модель того, чем мы занимаемся. Но очень важно то, что первое дело, это надежный путь от моей инвестиции до акций. То есть теперь очень ясно все. Я инвестирую, или конкретный кто-то из вас, я лично тоже инвестирую, я инвестирую в конкретный проект Экотехнопарк. Я проинвестировал. Дальше мы еще пару слов скажем о том, как этот путь идет, какие я получаю гарантии за счет этого. И мои акции уже сразу становятся моими. Далее. Минимизированы расходы на пути инвестиций до Экотехнопарка. Кэпитал делает все, чтобы так называемые дополнительные расходы были минимизированы. Все штаты сжаты. Максимальное количество средств, которые мы инвестируем, сразу и доходит до Экотехнопарка. То есть все финансовые операции оптимизированы. Дальше. Я уже сегодня, например, становлюсь акционером. Получая акции, следовательно, я уже акционер. То есть я становлюсь в реестре, отображаюсь акционерного общества. Евразия, Skyway, Systems Holding. И все. Мне не надо больше ничего делать. Дальше процесс идет уже так, как предусматривает международный закон. И сегодня я честно и прямо инвестирую в конкретный проект. Поэтому я меняю стратегию своего благополучия. Еще раз. Понимаете, раньше мы что делали? С накопления на вложение и кооперацию. То есть раньше люди накапливали и накапливают. А я лично говорю сейчас о себе. Ведь смотрите, куда мы в банк несем? Смотрите, сколько сейчас в банке собралось денег. Просто накопить деньги и смотреть, когда их и расходуют. Куда люди накапливали? Кто-то там на черный день, кто-то на похороны, кто-то еще куда-то. Это одна стратегия. Сегодня предлагается, и то, чем мы занимаемся, она предлагает перейти от накопления на вложение и кооперацию. То есть вкладываем в конкретный проект, мы капитализируем те средства, которые мы вложили, мы получаем, во-первых, возможность, мы отдаем 1 доллар, а получаем акции на 200, 300, 400 долларов. Даже на 600, те, кто участвуют уже в этом проекте несколько времени. Есть такие пакеты, где даешь 1 доллар, те на 600 долларов дают акции. Причем, это не называется призывом, это идет кооперация, через которую Анатолий Эдуардович говорит, что да, люди сейчас в рискованное время, начиналось это вообще, когда вообще некого технопарка, ничего не было, люди просто на слух и на идею верили. Сейчас уже видно, что есть технотехнопарк, все это существует, это все работает, и тем не менее он готов делиться. Потому что сейчас идет этап очень важный, чтобы этот технопарк прошел бы. И поэтому прошел свою все стадии и началась сертификация. Поэтому вложение и кооперация сейчас становится абсолютно другой стратегией. Таким образом, есть возможность. Но здесь надо каждому смотреть, у кого какие есть возможности материальные и не рисковать. Идем дальше. Смотрите. Значит, ну вот это я снял, Белоруссия был, мы за землю сегодня в ответе скажут спасибо, завтра нам дети. Это как раз было, вот конференция, мы ехали в экотехнопарк, у белоруса уже все предусмотрено, они уже знали, что с ковею он их будет. Это нам как бы, вот здесь Анатолий Эдуардович показывает про экотехнопарк и про деревья, которые сколько там, более 6 тысяч различных видов плодовых и культурных и диких деревьев будет. То есть, эта территория, кроме всего, она не просто условно кто-то взял, назвал экотехнопарк. Это действительно экологически чистая зона, экологически чистую технологию, безопасную технологию применяет и тем не менее этот весь парк, еще кроме всего прочего и экопарк. Идем дальше. Смотрите, что еще? Как рационально действовать и на что опираться, если мы говорим об адресных проектах? И вообще, что такое адресный проект? Вы, большинство из вас здесь, вам просто интересно знать, значит, первый адресный проект, как я уже сказал, это экотехнопарк. Но смотрите, самое главное, если кто-то заинтересован и думает, вот там можно было бы сделать, вот мы сегодня тут по Риге разговаривали с людьми, какие есть возможности, как люди видят, но у людей не хватает компетенции. Надо накапливать свои компетенции, посмотреть, значит, как подходить к этому, где через реку надо, что в городе, где в городе самые узкие места, кого можно привлечь, кто может войти в команду, как финансировать этот проект, какая документация, масса разных вопросов. Это значит, накопление компетенции очень важно. Принятие решения о своей роли в адресном проекте, не обязательно всем. Хорошо, если один из вас найдет какой-то вариант и может сюда войти. Есть очень много разных интересных вариантов. И обращение в консультационный центр, группа консультаций, которая существует, это Алексей Суходой, это Сергей Сибиряков, это я, это есть еще целый ряд других товарищей, которые сидят в КБ в Минске. Они являются экспертами, к которым мы тоже обращаемся, когда возникают технические вопросы. Организационно-экономические вопросы мы решаем в консультационном центре. Сбор информации, анализ, первое описание идеи адресного проекта, дальше идет составление исходного задания на инвестицию, на инициацию адресного проекта. Это все непросто. Казалось бы, вот давай оттуда-туда проложим трассу и будем быстро ездить. А зачастую это не всегда бывает рационально, хотя на первый взгляд кажется, хорошо бы перебраться через Даугаву и оказаться на другом берегу. А дальше что будем делать? Куда машину поставим? Куда мы дальше двинемся? Перебрались быстро, хорошо перебрались, все равно застряли где-то на перекрестке. То есть все это надо очень четко продумать. Обращение в группу консультации, как сказано, и дальше организационно-экономическое представление реализации. Это все, сюда очень много чего входит, формирование команды, правовые вопросы и еще много других вопросов. Я вас специально как бы загружаю информацию и говорю, что это непросто. Зачастую люди думают, я вот нашел интересные контакты, я свел с людьми и вроде бы проект пошел. Не совсем так. Сейчас многие люди обращаются в Волгоград, Уфа, значит, Крым, Грузия, Казахстан, Киргизия. Много вопросов. Начинаешь разбираться, человек, а, я думал, это проще. Поэтому вот это все очень важно. Идем дальше. Смотрите, значит, что сегодня вот у нас первый Экотехнопарк, первый адресный проект. Их много здесь будет, следующих проектов. Но что за этим стоит и как это выстраивается? Есть особенности инвестиций в системе Skyway. Есть инвесторы, разные инвесторы. Но мы рассматриваем одну из линий. Это инвесторы, которые инвестируют через площадку Skyway Capital. Есть SWIG как площадка, через нее тоже. Многие из вас по всей вероятности и там тоже являются, или являлись инвесторами, или являются сейчас. Это различные пути доставления денег в адресный проект Экотехнопарк через GTI, Global Transnet Investment, Global Transport Investment, по-моему, извиняюсь. Но все равно мы все с вами пользуемся и как бы за нами, за этим, за проектом стоят акции, которые мы получаем в залог и в использование кого как, потом мы будем говорить. Получаем акции, которые связаны с Eurasian Rail, Skyway Systems Holding. Всего акции у этой компании на 60 миллиардов 130 миллионов долларов. Что это вы спросите? А что это за капитал? Это капитал, который это 15% от GTI. Об этом мы еще будем говорить. И таким образом, поддерживаемые Unitsky Corporation, Unitsky Corporation, этот проект работает, адресный проект и дальше адресные проекты точно так же будут работать через эту линию. Если мы посмотрим, значит, какие взаимоотношения, вот они эти 60 миллиардов, условно говоря, которые стоят за Eurasian, это 15% акций именно привилегированных акций GTI, Global Transport Investment. Кроме того, Unitsky Corporation выдает, имея 12% тех же, примерно 12%, имея тех же самых акций, она дает еще гарантию залог. И эти инвестиции все проходят, проходят через Capital, через Eurasian Railway System Holding и через GTI проходит в Экотехнопарк на его развитие. Также дальше пойдут на все другие адресные проекты. Я, как вам уже говорил, что сегодня, смотрите, Unitsky и мы работаем за 1 доллар, мы получаем от 300 до 600 акций на 300, в зависимости от того, какой пакет мы приобретаем, акций на столько долларов. Как только адресный проект Экотехнопарк начнет сертификацию, картина начнет меняться. во всех будущих и уже подготавливаемых адресных проектах, вот сегодня Арманд Мурнеекс будет вам говорить, что в Шотландии происходит, но дело в том, что там уже по всей вероятности речь идет о том, что инвесторы стоят не за такими условиями. Их приглашают, говорят, нет, дорогой друг, чтобы купить на одну акцию доллар или одну акцию, тебе надо 3-10-20 долларов заплатить. Картина совершенно другая. Мы сегодня, входя в этот проект, обретаем акции, которые будут участвовать в будущем, во всех будущих адресных проектах, во всех адресных проектах в будущем. Потому что Евразия Рейлс Кавей Системс Холдинг создана и у нее в уставе четко написано. Это компания, которая ничем другим не занимается, она является держателем акций мелких и маленьких инвесторов. То есть нас с вами. А Глобал Транснет у нее целевая задача соблюдения, вернее, приведения больших инвесторов в проекты, адресные проекты. То есть эти роли тоже распределены и таким образом этот проект весь работает. И таким образом в конечном итоге, дорогие друзья, смотрите, что происходит. Инвестор, пока широкоплечий инвестор, в виде такого треугольника, а не наоборот, передает инвестиции через Skyway Capital, получает залог, залог получает под гарантию поручителя Unisky Corporation, Unisky Corporation, получает акции, но так предусматривают международные правила, он сразу же имеет право воспользоваться залогом и сказать, слушай, не буду я ждать эти 2-3 года, когда проекты заработают, я сегодня хочу стать инвестором, владельцем акций, нажимает на кнопку и становится владельцем, таким образом происходит не сделка купли-продажи, а замена залога на, то есть воспользование залогом сегодня, и залогодатель, поручитель говорит, да ладно, я согласен, это записано в договоре, так возможно, и таким образом через компанию GTI или Global Transport Investment все инвестиции уходят в Экотехнопарк, но кроме того, дорогие друзья, как предусматривают международные правила, что еще инвестор должен знать, что это не в какой-то большой котел ушло, а ушло Экотехнопарк, сколько процентов уже проинвестировано, и это все в кабинете будет видно, как только запустится полный пакет, также у вас в кабинете будет проект и сам проект бизнес и бизнес-план этого Экотехнопарка, можно посмотреть, что да, действительно это стоит 300, то есть это так называемая проектная стоимость проекта, разрешение на строительство, да, вот она есть, это будет не просто фотография Анатолия Девародича около паспорта стройки, где он стоит, да, а будет четкая документация, что эта документация есть, это разрешение есть, землеотвод есть и так далее, то есть проект реальный, а не придуманный кем-то. Паспорт объекта, землеотвод, пакет договоров, которые существуют со строителями, что они строят, что они есть, они туда приобретают их различные сертификаты, что они допущены к выполнению таких работ, сертификат самого КБ, что он имеет право проектировать проекты транспортных систем, это тоже очень серьезный документ, то есть инвестор получает полную картину того, куда он вкладывает деньги, несмотря на то, что проект действительно рисковый, но риски постоянно уменьшаются, и когда сегодня говорят о рисках, то я позволяю себе сказать, что риски, скорее всего, с материальных переходят на временную ось, то есть материально трудно сейчас проиграть, понимаете, вопрос только может быть в том, на месяц раньше или на месяц позже, на полгода раньше что-то произойдет или на полгода позже, но то, что оно произойдет, в этом я не сомневаюсь, и уверяю, что это так, я недалек от истины, истина где-то здесь и есть, и когда с экспертами говоришь, многие говорят, да, действительно, то, что и начинается и строится сейчас на правах, начинается сертификация, это очень сильно снизило риски, которые были когда-то, когда вообще ничего не было. Таким образом, идем дальше, значит, я просто вам коротко обозначу и тем, кто уже слышал и видел, и тем, кто сегодня находится, что вообще происходит, видно вообще сзади, да, видите, собралась компания, учредители исходной компании, то есть вдруг, ну, например, у кого-то тут, у того же самого Арманса Мурниекса возникла идея, слушай, я сделаю один адресный проект, я знаю, как к этому делу подойти, есть там инициаторы интересные, вот он здесь, инициаторы и организаторы, к нему примазался масло, Владимир, который перед вами сидит здесь, и говорит, слушай, я с тобой в компании, окей, он говорит, давайте беру этот ящик сюда, всегда в этой компании присутствует ЗАО струнные технологии, это КБ, конструкторское бюро, почему? Анатолий Эдуардович очень просто говорит, вы знаете, чтобы себестоимость проекта будущего была бы минимизирована, а минимизирована она почему? Для того, чтобы не навешивать лишних каких-то расходов, я участвую уже в самом проекте, я гарантирую проектирование, я гарантирую выпуск тех самых патентных узлов, которых я никому не могу отдать, и таким образом процесс идет дальше, поэтому он от 50 до 60% участвует в фирме иницирующей адресный проект, дальше компания ООО «Технополис Новой Евразии» или какая-то другая компания, неважно, зачем эта компания нужна, например, «Технополис Новой Евразии», он весь берет на себя экономическое обоснование и «Due Diligence», так называемый на иностранном языке, «Due Diligence», так называемый, и инвестиционной привлекательности проекта. Зачем это все делается? Мы инициировали проект через фирму, иницирующую адресный проект, но мы-то прицеливаемся дальше, нам надо провести до определенной стадии готовности проекта и ввести сюда фирму инвестора или группу инвесторов. К этому подготовиться, и вот этим подготовкой занимаются учредители исходной компании. Можно эту компанию вообще отсюда убрать и ввести прямо их сюда. Абсолютно правильно. Но факт то, что в фирме, управляющей адресным проектом, участие в залах струнной технологии должно остаться на уровне 15-35%. Таким образом, расчет в будущем от всех доходов, от всего этого, будет считаться через ее участие вот здесь, в фирме, управляющей адресным проектом. Я уже на прошлом вебинаре рассказывал, что хороший наглядный пример, что произошло в Таллине. Когда там рассматривали проект, собственники, которые заказывали рассмотрение этого проекта, они сказали, а мы не хотим, чтобы кто-то здесь потом участвовал. Мы, говорит, введем вас на 30% сюда, не надо этой фирмы промежуточной, давайте введите эту струнную технологию, давайте инициатора сюда, всего про все на вас здесь 35%. Мы говорим, а как же мы тогда рассчитаем? И что мы придумали? Там была такая разница, что там оценили, что струнные технологии, за счет струнных технологий там можно и нужно вложить 11 миллионов. Все следующие другие технологии дороже были. Например, следующие было трамвайные. Взять трамвай на этой территории и завести. Во-первых, много земли. Во-вторых, он 23,5 миллиона стоил. Струнные технологии потребовали, там небольшая трасса, полтора километра, нужно было всего 11 миллионов. Почему так много? Фактически меньше, но там происходило много анкерных опор, надо ставить, потому что расстояние небольшое, поворотов много, и надо было на территории технопарка обеспечить движение. Поэтому произошло такое, что там 11. Но тем не менее, тогда стали думать, а как же оценить проект? Очень просто. Ровно так же, как вы строите, допустим, вы построили дом на 100 тысяч. 100 тысяч долларов или 100 тысяч евро затратили на дом. Но дом построили такой, который рядом стоят дом. Этот стоит 400 примерно, такой же на этой территории. Этот стоит 350, этот 500 тысяч. Вы берете усредненный, сравнительный, сравнительную стоимость вашего дома на рынке. Точно так и мы здесь взяли. Построили за 11 миллионов, договорились с владельцами этой территории, с заказчиками, с будущими, что да, они говорят, да, мы готовы в баланс внести по 23 миллиона. Окей, отлично. И тогда мы поняли, что мы выходим из этого проекта, 35 процентов, 23 миллиона, это 8 с чем-то миллионов. Они говорят, да, отлично, давайте, но вы будете эксплуатировать эту трассу. Юнистский говорит, это интересно, давайте мы устроим компанию, которой будет эксплуатацией заниматься, мы еще получим отсюда, кроме того, первое, когда проектировали, получили доход, не доход, а, скажем так, получили определенные, да, доходную часть, фактически оплачены были работы. Затем получили чистую прибыль 8 с чем-то миллионов и дальше получили проект, которым можно десятилетиями, а жизнедеятельность проектов Skyway, транспортных трасс, всех 100 лет. Поэтому, когда мы посмотрели еще на этом фоне, что трамвайные линии вообще в сравнении шли, потому что трамвайную линию надо в 10 лет один раз практически почти полностью менять все полотно, переделывать основания, переменять рельсы на поворотах и так далее, и так далее. То есть, таким образом, вот этот проект начинает, друзья, работать. И это есть одна из возможных моделей. И оставлять всегда рекомендуется запас еще на другие привлеченные лица. Вот сегодня мы собрались, мы не знаем, кому еще интересно и с чем он еще придет. Не всегда надо кого-то в доле брать в проект. Проще ему заплатить. Но кто-то, может быть, хочет быть и рационально его взять сюда уже постоянным как бы акционером. И тогда надо желательно всегда, чтобы потом не отдирать, иначе я приду к вам и говорю, слушай, дай процент, слушай, дай ты тоже процент. Вы знаете, как плохо отдавать то, что ты уже имеешь? Намного лучше предусмотреть, что мы кому-то оставим, не оставим, поделим потом, но это значительно интереснее, нежели у кого-то что-то отнимать. Понятна логика, да? И моя практика показывает по жизни, что это работает значительно лучше. Поэтому здесь возникает еще юридическое лицо заказчик, потому что польза получателя вообще может в многих проектах социальных или так называемых общественных абсолютно, ну городские жители города, Риги, например, все, они заказчик, муниципалит является заказчиком. И того, кто получает реальную прибыль, нету фактически. Понимаете, да? То есть целая система выстраивается и поэтому так начинает система работать. И идем дальше. Я приведу вам просто один интересный пример из адресных проектов, откуда вообще и скан транснет здесь прозвучало. Вот здесь посередине Балтийское море. начиная с Осла, Готеборг, Копенгаген, Мальма, Копенгаген, Росток, Любек, Хамбург, Росток, Гданск, Калининград, Ответвление, Варшаву, Рига, Таллин, Рига, Санкт-Петербург, Таллин, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Хельсинки, Таллин, Хельсинки, Турку, Стокгольм, Осло. Это так называемая потенциальная территория, ее протяженность 5300 километров умножить на 3500 за километр, это усредненная стоимость одного километра Скайвеевская, то получается, что только этот проект 18 миллиардов 550 миллионов стоимость его потенциально исходно расчетная. Понимаете, да? Но может быть и так, что только сработает сначала один Гданьск, Варшава, например, или Рига, Санкт-Петербург 600 километров, почему бы и нет? Причем мы рассматривали интересный вариант и уже Министерство транспорта Эстонии заложило, не зная того, что Скайвеев зреет, заложило, что до 2020 года транспортники Эстонии должны обеспечить пассажирам доступ из Сталина в Санкт-Петербург менее 6 часов, сейчас 6-7 часов, они так скромно сказали, менее 6 часов. Когда мы начали прикидывать, как это можно сделать, то можно фактически за час доехать спокойно, не сильно разгоняясь на трассе 328 километров от Таллина до Санкт-Петербурга. Здесь есть варианты, которые мы рассматривали, видите, вот здесь, например, есть эта трасса проложена, Таллинн, та по 82 километра разгоняется, здесь едет как городской транспорт 20 километров, здесь опять до Нарвы разгоняется, до Кангисеппа через мост спокойно переезжает и пошел до самого Пушкина. В Санкт-Петербург не имеет смысла въезжать, кольцевая трасса будет и в Санкт-Петербурге, она никуда не денется, она повторит за КАДом, будет осуществлена, и поэтому въезжать больше в Санкт-Петербург не надо, там будут радиальные линии работать. Все, это будущее, это основа концепции будущих адресных проектов. Когда мы сегодня со специалистами в Риге смотрели, практически та же самая система. 5-6 башенных домов, которые осуществляют кольцевую развязку, дальше работают радиальные линии. Поверьте мне, вы еще это увидите, даже мои глаза еще увидят. Человека, который родился в первой половине прошлого века, а вы все родились уже в этом веке, или в конце прошлого века, скажем так. Так что это займет немного времени. И таким образом наше время, дорогие друзья, потихонечку приходят к концу. Это просто я покажу то, что в Таллине на территории мы рассматривали, как там трассу проложить. И вот через что входить, или что рационально, какими проектами начинать. Казалось бы, сначала хочется действительно то, что ближе к телу. Это то, что мы с вами как бы мы сами ездим, и нам интересно самим добраться с одного конца города в другой. Но логика открытия проектов несколько другая. То есть надо начинать. помните, как начинал, начиналось, значит, Apple. Apple начинался с игрушек. Так и здесь мы начинаем схождение через такие, вот видите, игрушки, через юнибайки. Они различных вариантов, это более такие уже современные, разработанные КБ Юницкого. И грузовой транспорт. это то, что наиболее рационально сейчас откуда начинать. То же самое Риги, это в разных других местах. Юницкий едет в Австралию. Чем он будет заниматься? Он будет вместе с Ротхуком обсуждать то, как осуществить пилотные проекты транспортных трасс в Австралии. Там Ротхук создал уже пул, который работает, начал работу, подготовительную работать для того, чтобы это делать. Ждут Юницкого. А параллельно они будут поддерживать проект сертификации транспорта в экотехнопарке в Белоруссии. То есть они готовы туда инвестировать. То есть у нас помощь зреет, понимаете, к нашим делам. То есть начинают подключаться уже более крупные игроки. Поэтому мы находимся в очень таком интересном и в очень важном времени сейчас. Поэтому вам и нам всем нужно решать, передавайте информацию. Это я не не говорю, что все бегите, все бросайте, давайте быстро инвести. Нет. Просто надо знать, где мы находимся и взвешивать свои возможности. Принимать решения. Таким образом мы с вами практически и подошли к тому, что у нас существует целый ряд проектов. На вебинарах, которые я веду сегодня, к сожалению или к счастью, это тут и так и так, не могу провести полно объемный, полно размерный вебинар. Тем, кто сегодня здесь в аудитории, я отвечу на вопросы, по всей вероятности организаторы Инеты Анджаны, она организует и даст нам слово после того, когда Арман Смурникс вас просветит, что происходит в мире, вам интересно и важно знать то, что происходит где-то. Что-то я вам рассказал, все остальные друзья, которые сегодня посетили этот вебинар, могут воспользоваться и записью, записями других вебинаров и задавать вопросы. Я просто сейчас закончу, быстро пройдусь, у меня есть листок, в промежутках поступали вопросы от людей, например, как происходит сотрудничество во время подготовки адресных проектов. Я коротко сейчас уже, друзья, рассказал, как происходит. Инициаторы собираются и начинают организацию. Когда только они чуть-чуть маломальски разобрались, обращаются в консультационный центр, и консультационный центр или консультанты, а я их назвал вам, они говорят, что еще надо подготовить, что сейчас и происходит, и тогда только обращаться в КБ. Не надо КБ теребить по каждым маленьким вопросам. И когда уже маломальски мы знаем, чем мы хотим, мы обращаемся в конструкторское бюро Юницкого, то есть ЗАО струнной технологии. Начинаем говорить, как, с чем, кому мы пойдем. Это первое. Второе, как отвечает на вопросы, кто отвечает на вопросы для подготовки конкретной презентации проекта. Я отвечаю, Сибиряков отвечает, отвечает Суходоев, отвечает Мурниекс, когда к нему обратитесь. Что кто-то из нас не знает, мы обращаемся друг к другу. Мы всегда вашим услугам, мы всегда для вас являемся поддержкой к консультантам. Мы знаем, кому обратиться по любому вопросу, к которому вы придете. Глупых вопросов не бывает. Бывают вопросы невысказанные и не получены на них ответы. Поэтому спокойно не считайте свои идеи. Вы не представляете, я вам мог бы сейчас, если бы был полноразмерный вебинар, я вам сейчас рассказал бы несколько интересных сказок, так называемых, чем люди на местах занимаются и что из этого в конечном итоге, какие интересные решения. Мы приходим вместе. Люди потом говорят, мы даже во сне это не могли представить, а когда трое человек обменялись мнениями, вдруг у человека лампочка загорается. Опа! А я понял, что надо сделать. Он-то там на месте, ему не хватало только нескольких деталей, чтобы картина сложилась. Таким образом, третий вопрос. Уже наверняка существует договор по адресным проектам. Можно с ним ознакомиться? Да, существует, но никто его пока не показывает. Что даст этот договор? Он ничего не даст. В договоре по адресным проектам у нас с вами есть договор. Вы в интернете, кто в капитале, можете его найти. Через некоторое время он будет полнообъемно у вас в кабинете быть. Это же тоже есть договор по адресному проекту. Вы инвестируете, с другая стороны делаете. То есть эко-технопарк есть другая сторона этого проекта. Я понимаю, что спрашивающий имеет такой вопрос, что я бы инициировал, а есть ли договор с кем-то? Это вопрос рабочий. Будем этим заниматься. Где будет происходить производство путевых элементов, юнибайков, юнибусов и так далее? Все будет происходить первоначально. Сначала там же в Мариной горке. Даже из Могилева все перенесено. Там закрыли так называемую возможность строительства в свободной таможенной зоне. Все будет рядом. Рядом с этим эко-технопарком на другой территории. Муниципалитет Мариной горки готов. И по-моему сейчас процесс идет уже выделение земли рядом, чтобы там производство экспресса, начальное производство там организовывать на эти вещи. Что-то сейчас детали заказываются не в одном месте, чтобы не все догадались, да, что и как складывается. А сборка будет осуществляться уже сборочных мастерских ЗАО струнной технологии сначала. И параллельно выстраиваться производство. Как и где будет происходить техническое обслуживание? На месте будет специально создан центр или так называемый холдинг сервисный, который будет работать по всему миру. Кто за него отвечает? Еще не знаю, кто. Анатолий Эдуардович даже сам он не знает, кто будет за это отвечать, но люди, которые работают в команде, будут набираться новые люди, будут за это отвечать. Можно ли будет купить лицензии на строительство дорог, юнибус и так далее. На что там можно будет купить не лицензии, а скорее всего франшизы, на какие-то вещи, франчайзинговые пакеты, вот, но только на те, которые являются так называемыми работой, или же какие-то узлы, которые являются, ну, как бы, рутинными. Ну, например, если вы посмотрите трассы, там металлоконструкции, сейчас над этим тоже работают, как правильно, то есть надо производить очень много, и там никаких нету, как бы, тайн, но там надо иметь массу лицензий. Вот подготовку предприятий, которые хотят, или людей, появляются, Иванов, Петров, Сидоров, мы хотели бы открыть такую компанию. Да, вы получите все компетенции, чтобы организовать такое предприятие, которое бы вписывалось, имело бы лицензии, сертификаты для производства этих конструкций. Все это сейчас готовится. Можно ли будет, да, есть, кто занимается сертификацией дорог, проездного состава и так далее. Дороги будут приниматься специальными комиссиями, а сертификацией на месте занимаются предприятия по европейским и международным нормам, то есть по всем тем нормам, куда первоначально будет поставляться по пилотным проектам, а дальше будет осуществляться дополнительные сертификации, потому что это очень такой как бы мощный процесс. Первая сертификация будет в этом экотехнопарке по тем правилам, которые установлены. И таким образом, друзья, мое время кончилось, мне дают знать по времени. Всем тем, кто находится на вебинаре, благодарю вас за участие. Вам большой пламенный привет из Риги от полного зала людей, которые нас слушают. и соучаствуют в этом процессе. И доброго вам времени, суток, где бы вы не были, до следующего вебинара, который будет на следующей неделе в четверг, в час дня. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ